Вообще происходит странная вещь. Французские кассеты молчат обообщее. Это такая омерта. Все рассказывают о том, каким должен быть собор, где найти на него деньги, что делать. Нет никаких фактов по расследованию. То есть это вообще какая-то запрещенная тема. Это очень странно. Ну вот для примера тебе такие первые звоночки, которые сразу напрягли журналистов по всему миру. То есть то, что, например, в России было бы невозможно. Ну не дай Боже, у нас бы загорелся собор Василия Блаженного. Вот не дай Боже, да? Типа у меня на язык. И вдруг у нас еще горит собор. Еще не вошла следственная бригада, потому что нельзя. Вот 15 апреля не загорелся. А 16-го еще нельзя было войти. Там же еще искры все тушили. И уже 16 апреля прокурор Парижа Реми Хейтс уже на следующий день объявляет, что вариант поджога не рассматривается в следствии. То есть вы еще не вошли туда. Как вы можете заявить такую вещь? То есть есть формулировка, которая используется всем миром. Следственный комитет или прокуратура рассматривает все возможные версии трагедии. Потому что сказать, вы еще туда не вошли, вы не знаете, что произошло, и вы вдруг разом на весь мир отметаете даже версию поджога, то есть что это не был намедленный поджог. Это могло быть что-то случайное, это могло быть искражено. Поджог не исключен, просто исключен. Это был, конечно, первый шок, который просто удивил журналистов, почему, собственно говоря, так. Второй момент тоже удивил. Все говорили, божье чудо, божье чудо, божья милость. Практически все сокровища были вывезены до пожара. Почему не были все эти статуи вывезены до пожара? Очень быстро его спасли. Все, что было ценным, фактически исключая витражи, которые, в принципе, более-менее восстановимы, все, что было ценным, все было вывезено до того. И все говорили, что вот это была случайность, вот их везли на реконструкцию, почему, что, когда. Если учесть, что, да, прости, Бугарди, я тебя прерву, если учесть, что само восстановление собора Парижской Богоматери идет уже десятилетие, по-моему. И вдруг они ровно там за несколько дней вывозят все сокровища. То есть это не то, что вот произошло буквально вот сейчас, решили реконструировать собор, поэтому, да, надо вывезти. Вот я была в Париже, там, не знаю, 5-6 лет назад. А он все там реконструировался. Там были леса, там была реконструкция, то есть это вяло, текущий, длительный процесс. Это вообще очень длительный процесс. Более того, значит, есть такая статистика, меня она сильно удивила. Эстетические здания, такие как собор Парижской Богоматери, который находится под охраной ЮНЕСКО, вообще их статистика, если исключить акты отдельного вандализма, помнишь эти безумные девочки с Фемен ворвались, и они повредили колокол. Исключая какие-то вообще отдельные акты вандализма, статистика пожаров в зданиях, храняемых ЮНЕСКО, приближается к нулю. Вообще к нулю. К тому же тебе и факт, что Нотр-Дам стоит вообще с 13 века, и ни разу у него не было пожара. Ни разу. Вот как-то он с 13 века не горел, учитывая, чего только там не было, революции, воин гражданских, негражданских, чего только не было, а собор не горел. Вот так оно, вот так, и вдруг он, будучи под охраной ЮНЕСКО, в пристражайших условиях охраны, вдруг он загорается, сгорает буквально на глазах всего мира, очень срочно, и сгорает он крайне аккуратно. Если ты обратила внимание. Вот я обратила внимание, когда уже увидела в Париже. Все стены пожара, соборы сейчас отмыты пожарными, все стены такие светленькие, чистенькие. К нему не попускают, естественно, то есть можно только увидеть с набережной, где фотографируются, значит, идиотские счастливые парочки. Вот именно как можно делать селфи и сиять влюбленными парами на фоне, значит, погибшего собора. Но у людей вкусы разные. Значит, при этом рухнула только крыша, и сгорели внутренние леса. Все, весь каркас здания остался полностью целым. Это тоже, значит, удивило. И вот в этот же день, значит, 15 апреля горело, 16 апреля произошло очень значимое интервью, которое, собственно говоря, вызвало огромный скандал во Франции, его быстро затушили. Интервью было с главным бывшим архитектором собора, зовут его Бенджамин Мутон, давал интервью не менее, значит, знаменитому журналисту, если не ошибаюсь фамилией, давит пуджамас, он испанско-французского происхождения, суперизвестный, значит, у него суперизвестное шоу, он брал интервью почти всех президентов, включая Путина, то есть это суперзвезда Франции. И вот ему дает интервью бывший архитектор собора Ноттердам, который был 13 лет архитектором этого собора, 13 лет. Он, значит, протушил на пенсию 3 года назад. И у него совершенно изумленное лицо, и ему задают простые вопросы. Ему говорят, скажите, вас что-то удивило в этом пожаре? Он говорит, понимаете, 800-летний дуб не горит, как спички. Он вообще горит не может. Вы пробовали 100-летний дуб поджечь? Его надо бензином облить, чтобы поджечь. А вся, весь, на всё, на чём держалась крыша и так далее, это был дуб, которому 800 лет. Этот дуб полностью минерализирован, он превращается в камень. Это вот всё равно, чтобы пытаться поджечь камень. Это требует немалых усилий. А сгорел он за несколько часов, как спички, весь, как лучина для растопки. Он так и сказал, как лучина для растопки. Это нереально, так не бывает. Более того, при вот этот последний дуб, перед уходом, говорит, перед уходом на пенсию 3 года назад, он полностью отвечает за то, что он заменил всю проводку, всю электрическую проводку в соборе. Он полностью исключил, как архитектор, главный архитектор, факт короткого замыкания. Его просто не может быть. Всё, абсолютно новая проводка. Два человека дозором обходят 24 часа в сутки полностью собор, проверяя, чтобы, не дай Боже, нигде не было какой-то искры. Более того, он подтвердил, что при любой реконструкции такого рода зданий, да ещё охраняемых ЮНЕСКО, совершаются самые высокие стандарты безопасности. Это всё глупости про то, что взяли и нагнали каких-то арабских рабочих с улицы, которые сидели и курили там наверху забора на крыше. Это нереально, это просто невозможно. Следующий факт. Там, где загорелось, и, кстати, загорелось в таком месте, в котором никуда не достать, не потушить, это шпиль и эта крыша, там запрещены электрические работы. Можно делать только вручную, и только высококачественные рабочие могут это делать. Более того, лифт, который подвозит материалы туда, наверх, он должен быть вне здания, потому что в нём есть всё-таки электропроводка. Лифт должен находиться минимум 80 сантиметров от здания, быть снаружи и подвозить материалы. Он не может быть внутри. Поэтому никакое короткое замыкание, никакая вспышка просто быть не может. Там нет электрических инструментов наверху. Я просто объясню, почему вот сейчас Даша говорит именно об этих версиях. Они были, но вот когда ещё эти версии выдвигались, приоритетными это первая версия, возможный сбой в работе датчиков пожарной сигнализации, короткое замыкание электропроводка. Мы это слышали, что это невозможно. Вторая версия, проблема, связанная со строительными лифтами. Тоже невозможно, потому что... Это было запрещено. Это невозможно. Далее, невозможно, проблема детекторов, потому что их тоже все сменили. Ровно перед уходом на пенсию они сменили всю проводку, они сменили полностью детекторы дыма. Почему они и сработали дважды? Они прекрасно сработали. Они сразу сработали, просто не выехала первая пожарная служба. Они дважды сработали на дым. Но пожарная служба не выехала. Она выехала только на второй датчик. Они обошли и сказали, ну теперь его нашли, значит, где-то пылает. Но это, по сути, вещь нереальная, это из серии фантастики, потому что электрических проводов нет, чтобы что-то вспыхнуло. А это было уже 7 вечера, и рабочих там тоже не было. Они ушли в 5.30 вечера. Там не было никого. То есть там кто-то был, по-видимому, кто сделал поджог. Но там не было рабочих. Итак, Даша, мы продолжаем. Наверное, вернемся к тому интервью, о котором ты говорила, человек, который посвятил работе в этом соборе и львину идут в своей жизни. Даша, это главный архитектор Нотр-Дама, он был 13 лет главным архитектором. И он давал интервью самому знаменитому журналисту Парижа Пужадосу. И он сказал фразу, которая совершенно шокировала всех, находящихся в студии, потому что журналист спросил его, что есть версии о двух точках поджога. Он говорит, у меня информация есть только об одной точке, но я хочу тщательно подчеркнуть. В этой точке не велись реставрационные работы вообще. То есть от слова вообще. Мы можем повторить эту фразу дважды, потому что люди, которые присутствовали в студии, они открыли рот, и они не поверили этой ситуации. Он говорит, там не было работ. Там, где возник пожар, не было работ. И это был, конечно, шок для всех. То есть откуда тогда? Значит, более того, мелькали, была информация о том, что якобы одной из башен были обнаружены неизвестные люди. Кто это неизвестные люди? Что они там делали, если рабочие ушли в 5.30? Почему неустановленные, называются неустановленные личности? Как так случилось? Самое интересное... Прости, Баградзе, а там камеры есть вообще в соборе Парижской Богоматери? Там камеры есть. Есть. Ну вот, да. Более того, Министерство культуры запретило давать любые комментарии по поводу расследования, которое ведется о Наттердаме. На следующий день и архитектор Беджамин Мутон, и журналист Пужадос исчезли. Вот такой момент. Да. Старый архитектор, до него больше не дать звониться. Его секретарь же сказал, что он уехал внезапно в командировку в Китае. Телефон не работает. Где находится архитектор Беджамин Мутон, который задал все эти вопросы о том, что пожар Наттердам не мог сгореть, потому что, извините, 800-летний дуб не горит, как спичка. И он подчеркнул, что пожар выглядел очень странно. У него были оранжевые пятна, у него были вспышки белых взрывов. И он исчез, его нет. И в тот же день был уволен суперзвезда этого шоу господин Пужадос, знаменитый журналист. Он тоже исчез с экранов, его больше нет, он никому не дает интервью. Случилось на следующий день после этого интервью. Слушай, ну это прямо напоминает какой-то заговор, честный. Абсолютно. Это, в общем-то, другого слова и нет. И после этого эти люди не дают... Они просто нет, никто не знает, где они, что с ними. Журналист известен, что живой, здоровый, но он не дает больше никаких комментариев, и он не работает. Его убрали с эфира. Даш, ну подожди, если это, ну действительно, какая-то спланированная акция, мы об этом еще обязательно поговорим, то все-таки уж прости меня за, может быть, такие кощунственные речи, но церковь-то должны были как-то поставить в курс того, что планируется. Или, извините, ну, Франция все-таки христианская страна, или нет? Или я ошибаюсь? Нет, Франция не является христианской страной. Как это? Франция – это светская страна. Легкие государства отделимы, у них полностью отделимы. И более того, христианство было дважды, христианская церковь была дважды ограблена Францией, как государством. Первый раз случилось, как ты знаешь, во время французской революции, когда было все, все, что можно, вывезено, разгромлено, и даже с собором, с патришкой богматери уцелел чудом, благодаря в роману Виктора Гюго. Мало кто знает факт, что в 1905 году французская христианская церковь была ограблена второй раз и перестала существовать как церковь. То есть она, ну, как бы, существует, есть какие-то священники и так далее, но у нее нет больше церквей. Все церкви были национализированы государством. Нет церкви, которая имела бы свою церковь. Объясни мне, что это может быть за христианская церковь, у которой, ну, как большевики, пришли и забрали все у церкви. Как в Советском Союзе. Этого никто, это очень мало кто знает. Просто, когда ты приходишь в церкви и начинаешь говорить, то есть у меня был шок, я приходила, там же было несколько поджогов церквей, ну, таких вандалистических. И ты приходишь в церковь и просишь священника тебе говорить, а зачем вам священник? Говорю, вот я журналист, хочу поговорить, у вас случился там акт вандализма. Мне говорят, а при чем здесь священник? Говорю, ну, как бы это церковь, а церковь принадлежит государству. Это здание принадлежит государству. Священник просто платит коммунальный подержит церковь и служит мессу. То есть он как бы в аренду берет, да, на время службы это здание? Нет, они не платят, по-моему, аренду, если не ошибаюсь. Но это не их здание. Церковь принадлежит государству. Она не является собственностью церкви. Что может? Церковь даже не имеет права вякнуть хоть что-нибудь по поводу Нутердама, потому что это не ее здание. Ох, ничего себе. И это очень трудно понять людям, которые туда приезжают, потому что все говорят, ну, как же так? Это же... Церковь, они говорят, ну, что? Так это же государственное здание. В таком случае, подожди, ну, следуя дальше за этой логикой, я могу предположить, что если уж, простите меня, Нотердам, ну, хорошо, сгорел ли, подожгли ли, мы еще об этом поговорим, но о других-то, менее значимых церкви, с ними-то что происходит в таком случае, если это просто государственное? Вот ты говорила об актах вандализма. Да. В чем они выражаются, в чем они заключаются, что происходит с ними, с этими зданиями? Да гадости всякие делают. Например, вот церковь в Сен-Сюль-Пис, тряпки подожгли перед, шел органный концерт, подожгли перед дверью тряпки. Вот знаменитая базилика Сен-Дени, всю жизнь я мечтала побывать, там находится усыпальница всех французских королей, все мы в детстве читали книги «Проклятые короли». Я поехала посмотреть, потому что Сен-Дени это самый жуткий пригород, городок, значит, Парижа, где одни арабы живут. Вот, представь себе, во-первых, все соборы во Франции пусты. Блин, реально пусты. Ты заходишь в базилику Сен-Дени, одна из сокровищниц мира. Я там была одна. Там сидел черный охранник в солнечных очках. Не знаю, чем были солнечные очки, но он так и сел. И я была там одна. Я спросила, ну, я была с переводчиком. Огромное здание, по красоте, наверное, не менее равное, чем собор Парижской Богоматери. Ни одного человека. Я спросила, а где священник? Он сказал, ты мне сумку покажи, проверить. Я единственным посетителем. Я показала ему сумку. Он не вставая там, ничего, не здоровый вообще. Ну, вот такой сидит, наглый, там, поделась ту сумку, говорит. А зачем тебе священник? Это был вопрос, который мне задавали везде, который меня уже начинал дико бесить. Может, я хочу исповедаться? Может, мне пришло такое желание, да? Вот, я говорю. Что церемонию брачную назначить хочешь? Я хочу, может быть, о чем-то поговорить, какую-то месту заказать, или что-то еще. Я говорю, мне нужен священник, он говорит, за церковь отвечает не священник. За церковь отвечает, вот выше на улицу, вот там, следующая дверь, там стоит офис. Я приезжаю в офис, где я нахожу полный офис арабов. Естественно, ни одного белого человека, но как бы арабы. И я говорю, что я хочу видеть священника. Мне тут тот же вопрос, а зачем он вам? Я начинаю уже тихо-тихо, тихо-тихо офигевать, что-то по-русски, не по-русски говоря, я говорю, я просто хочу видеть священника, поговорить с ним. Ну, назрела такая необходимость. В чем проблема? Мне сказали, а по какому вопросу? Под конец им пришлось сказать, что я уже журналистка, здесь проходили акты вандализма, пытались сжечь усыпальню до французских королей. Они говорят, а это не дело священника. Сейчас есть вопросы, вот у нас сидит мадам, дальше идет Сафа Мустафа Трампа. Она очень длинная фамилия, арабская фамилия. Она сидит в Париже, вот вам ее телефон, позвоните, и она вам все расскажет. Я говорю, а с ними я поговорить не могу? Нет, не можете. Это не его дело. Ну, Даша, к абсурду, конечно, ситуация. Это ситуация абсурда. Более того, в церкви Христиан Сульпис там есть такая должность менеджера. Вот менеджер по имени Крестов, а там все боятся называть свои фамилии, потому что потеряешь работу. Он мне сказал, главный враг крестьянства во Франции это государство. Оно ненавидит его два века. И оно делает все, чтобы его сокрушить до конца. Идет постоянно компания в прессе, которая не может не давить на людей, поскольку им рассказывают, что священники все как один педофилы, гомосексуалисты, насильники. Они наживаются на бедах ближних. Они необразованные, они ужасные. И они дети дьявола. И в конце концов эта церковь стала приниматься как империя зла, которую надо просто разрушить. Ох, что-то мне это напоминает. Ну, да. Просто последние тут новости. Ты была во Франции, а у нас тут, как ты понимаешь, тоже разворачивались некоторые события вокруг строительства храма. Да, да, я знаю, вокруг храма, да. Что-то мне это прям вот... Это вот империя зла, которую надо уничтожить. Да, но, тем не менее, буквально полтора минуты у нас остается. Но почему в таком случае, как бы, да, вот таким образом, относясь к одной религии, в той же Франции, совершенно по-другому относятся к другой религии. Вот я не знаю, говорить об этом. А мусульмансы, ну да. Можно и поговорить. Можно. То есть ты считаешь, что это нормально, это ничьи... Есть логическое объяснение и этому. То есть мне тоже это казалось удивительным. Но просто как бы, скажем так, одну язву, они считают, что одну язву они уже затравили. А второй язвой, а со второй язвой они управятся. Есть методы, которые они считают, подойдут и для этой язвы. Пока этой язвой убивают, как бы, ты знаешь, ты против одного врага кидаешь в другого, ты их сталкиваешь. А когда уже христианство будет полностью, а оно фактически полностью уничтожено во Франции, где пустые церкви, то можно взяться за вторую. Со второй ты разберешься по-другому, другими методами, используя ее. Потому что для них мусульмансы это тоже религия, которую нужно уничтожить. Но просто это будет сделано по-другому. Сейчас звучат довольно оптимистичные предположения от самого Эммануэля Макрона. Президента Франции, который говорит о том, что мы за пять лет ударными темпами и с помощью финансов, которые весь мир направляет на восстановление собора, это сделаем. Даш. Такая пятилетка в три дня. Вот, ты знаешь, да, у меня сразу, вот я даже таким бравурным голосом, вот знаешь, как на марше пятилетки. Да, да. Эта пятилетка, в общем-то, затеяна в 2016 году. Рассказываю, в чем было дело. Значит, в 2016 году президент Оланд в то время еще вызвал одного из самых знаменитых, значит, архитекторов Парижа. Вот я могу забыть его имя, он очень, очень модный архитектор. А, Доминик Пыро, вспомнила. За ним стояла большая финансовая группа, если слышала про нее, группа Арно. Это вся роскошь Парижа. Это Луи Виттон, это все дорогие шампански, начиная там от Вдовы Клико и заканчивая там Шкрук. Это все, коньяки, это самые дорогие магазины, это Диор. Это вся роскошь Парижа. Это фирма Арно, это самый крупный миллиардер Франции, который, их два. Одна семья Арно, другая Пино. Арно, известна тебе, может быть, по Наталье Водяновой, она вышла замуж за сына из этой фирмы Арно. А папаша Бернар Пино, Бернар, Арно, я могу ошибиться, Арно Пино. А Пино, опять же могу ошибиться, Сальма Хаек, актриса, которая, кстати, играла Эсмеральду перед собором политической богоматери. Вот уж такие бывают, кажутся в жизни. Это две богатые семьи Арно и Пино, миллиардеры. Так вот, за этим архитектором, Домиником Перро, стояла фирма роскоши, которая занимается только роскошью. И президент он попросил сделать полную реконструкцию острова Сите. Остров Сите, где находятся Сен-Шапель и Нотр-Дам, это самая дорогая земля Парижа. Она очень невелика, проживает там на Чак-300, может быть, включая, например, Джона Деппа, каких-то там известных звезд. А так, в принципе, это просто исторический остров, где находятся все главные сокровища, исключая Лувр. И вот, представь себе, для французов, людей практичных, а более того, для капиталистов, сидеть, смотреть, что каждый год в этот остров приезжает 15 миллионов человек в год, и не падает ни копейки. Это просто, знаешь, это просто в сердце кровавый нож, да, это невозможно, эту боль, эту страшную боль терпеть. Вот. И долго они на это смотрели, на этот кошмар, а подступиться к острову нельзя, потому что остров, все эти сокровища подлежат, защищаются ЮНЕСКО. И, значит, предложил им все равно сделать реконструкцию, сделать проект реконструкции. Я его видела, этот проект у меня есть, я видела, есть он опубликованный как линк, и уже тогда, в 2016 году, там изображен собор Парижской Богоматери, без крыши, крыша сделана из стекла, на ней находятся прекрасные зеленые насаждения, в которых должны быть маленькие ресторанчики, можно будет смотреть на сену, попивать шампанское, курить сигары, и, значит, и маленький, едва заметный шпиль. Честно говоря, я его даже не нашла на этой карте, но где-то он там есть, этот шпиль. Значит, рядом будут протекать, будут маленькие пароходики, где тоже будет рассматривать. Что-то совершенно, это так выглядит собор, рядом с ним что-то вроде крытого рынка, где тоже всякая роскошь и всякие удовольствия, а подземелья, которых там миллион, между прочим, старинные подземелья, используют под роскошные таинственные рестораны со всякими чудесами, тайными музеями, естественно, все это за большие деньги и под ночные клубы, и при этом сделают весь въезд на этот остров всегда платным. Проект цурил миллиарды, реальные миллиарды. Он был представлен в декабре 2016 года и под проектом сняли подпись. Проект невозможен, если не случится чего-то неожиданного, непредвиденного. проект этот можно найти на сайте, это не проблема. Линки на него, как они все это подготовили. Невозможен, потому что это объект ЮНЕСКО, который мы следим. Если не случится чего-то неожиданного... Должно случиться такое неожиданное, чтобы ЮНЕСКО согласилась на то, на перестройку Нотр-Дама, на то, чтобы крыша стала стеклянной, на то, чтобы произошла десакрализация храма, то есть он перестал быть храмом, а стал бы историческим монументом. Там же служба идет, естественно. Естественно. Чтобы можно было использовать все роскошные места и устроить, до парковки построить, ты понимаешь, что хочешь сделать, чтобы люди могли поддержать как надо, чтобы какие-то галеки со всего белого света, которые копили всю жизнь на то, чтобы посмотреть на собор, они бы даже и въехать туда близко не могли, потому что это просто дорого, ты должен заплатить за то, чтобы въехать на остров Сите. Это должны быть деньги. И проект был представлен и как бы затих. Это уже, считай, начинается 2017 год. В это время уходит главный архитектор на пенсию, приходит новый человек. Вот. И вдруг год назад, сейчас идет в полный рост реконструкция, и вдруг год назад приглашают небольшую фирму, по-моему, из Британии, которая начинает чем-то покрывать все дерево в Нотр-Даме. Какой-то жидкостью, гелем. Значит, на вопросы журналистов говорят, что это гель против термитов. Но у термита слишком слабой челюсти, чтобы прогрызть 800-летний зуб, там будет очень к стоматологам, ты знаешь, такая, что мало не покажется. Термитам это просто не по зубам. Вот. И вдруг болит, потому что и покрывать жидкостью такой дуб невозможно, потому что жидкость не проникает внутрь. Да, да, да. Об этом и сказал, кстати, Бенджамин Мутон, архитектор собора. Когда его спросили, а почему вы не обработали противопожарной жидкостью? А он сказал, а никакой жидкостью нельзя обработать 800-летний дуб, она не проникает внутрь. Это камень. И поэтому обработать противотермитной жидкостью было очень странное желание, и весь собор обработали именно этой жидкостью. Все дерево. Очень быстро, ловко. Какая-то малоизвестная фирма. Обычно такие вещи приглашают, как очень известные фирмы, имея реконструкцию, тем более великий собор Парижской Богоматери. Вот. И как предполагается, что и сейчас, в принципе, легко можно выяснить, что же это была за жидкость, если собраться провести обследование, расследование. Конечно, конечно. Что же была за такая химическая жидкость, после которой дерево вспыхнуло просто как спички. Но расследование возглавил бывший агент секретной французской службы. И поэтому никакой информации о том, что происходит внутри, не имеем. Скандал был таков, что все-таки пришлось предъявить восемь несгоревших бычков, что вызвало, конечно, веселье всего мира, потому что вот 800-летний дуб сгорел, а восемь бычков, они вот так стойко продержались в этом кошмаре. И все как один предстали на судилище. Все восемь бычков. Это мне очень напоминает. Жан-Марина Люпен немедленно сказал о том, что это очень напоминает 11 сентября 2001 года, когда вот два здания рухнули, все люди расплавились просто до жидкого состояния, зато свежий паспорт террориста нашли нетронутым, чистеньким, прямо среди развалин. Вот из той же серии вот в этом пожаре найти восемь бычков, которые каким-то образом уцелели, да. Потом про бычки как-то уже опять молчат. То есть стало ясно, что версия совершенно абсурдная. проще говоря, Жан-Марина Люпен, которого допомянула, высказал. Он, во-первых, напрямую сказал, он не сказал, что это французская секретная служба, но он сказал, что это дело рук секретных спецслужб. Операцию такого рода провести каким-то фанатиком, каким-то сумасшедшим исламистом или наоборот анархистом или антифашистом или атеистом совершенно невозможно. Есть охрана, очень серьезная, есть все, все очень серьезно подготовлено. Это непростая вещь, проникнуть только в собор. Это можно сделать только, если за этим стоят спецслужбы. Это слишком серьезная работа. Потому что кто-то должен позволить тебе проникнуть в 7 вечера и устроить такое веселое шоу на весь мир. Потому что там есть охрана, там ушли рабочие, там все учитывается, учитывается каждый человек, который пришел, вошел. Там есть просмотр вещей, собор-то уже был, там не было туристов, их же выгнали в последний момент уже всех. Там ничего не было. А пожар начался наверху, там тоже никого не было. Кто мог позволить тогда? Кто эти неизвестные люди, которые обнаружили наверху, которых видели наверху? Видели свидетели? Кто эти люди? Почему неизвестно ничего о них? Почему нет никакого расследования? Почему нет уже и ряд французских парламентариев поднял вопрос? Дальше начинается еще интереснее, потому что очень давно пытаются продвинуть французский парламент, проект, и он уже был почти продвинут. Вот сегодня мы узнали, что он все-таки не прошел. Нижний парламент о том, что в связи вот с такой экстренной ситуацией исключить Нотр-Дам из значит объектов ЮНЕСКО, что объект ЮНЕСКО обязует реконструировать так, как было. Да, да, я понимаю. А тут, понимаешь, хочется стеклянные садики, подземелья со стрипти-шоу, хочется стеклянную крышу, металл, что-то развеселое, и вообще, чтобы это превратилось такое чудесное. Мечта была сделать из острова Сите такой мультикультурный исторический проект, ну, такой исторический Диснейленд. Ну, да, это так. Где ты приезжаешь, тебя ждут роскошные рестораны, там, кстати, довольно самом, в Сите их практически нет, там, один или два, и тебя ждут, значит, веселья, ночные развлечения, тебя ждут исторические памяти, где ты можешь вести совершенно спокойно без каких-то служб, и все, проект был именно построен такой мультикультурный урбанистический проект, который должен высосать, они звали его остров элитарного туризма для богатых туристов. Ага, ну, хорошо. И, а, кроме того, конечно, включены были коммерческие центры, типа Лафаэд, а чем тебе Лафаэд, не церковь, да, витраж какой шикарный в Лафаэде. Ну, да, целая акция развернулась по всему миру, помоги собору Парижской Богоматери, восстанови собор, собирали деньги, там, кто копейки присылал, кто миллиардами чуть ли не отдавал. Вот, люди понимают, на что они эти деньги дают и кто самые щедрые жертвователи? Более того, Лена, меня это взмутило, в нескольких ресторанах видела в туалете пожертву на собор Парижской Богоматери. Они везде развесили, под туалетом. Денег собрали в 10 раз больше, чем нужно на восстановление. Там уже столько денег собрано, ты себе представить не можешь, сколько душ отдали, значит, сколько людей отдали деньги на это. И среди главных пожертвователей, значит, это банкиры Арно и Пино, это соперничающие фирмы Баркинов, банкиров во Франции. Напоминаю, что банкир Арно стоял за проектом полной реконструкции острова Сите в 2016 году, и чей проект завернули, потому что мешал Нотр-Дам. Так это было сказано, что мешает Нотр-Дам, поскольку это объект ЮНЕСКО. И теперь, значит, все восхищаются, что две еврейские семьи подвержены, вдруг они отдали такое огромное количество денег на христианский храм. Конечно, не христианский храм, никого христианского храма уже не будет в этой ситуации. Пожертвование, потому что это не пожертвование, это инвестиции. Это фактически инвестиции, которые они получат доступ к тому, чтобы сделать из этого литарный остров туризма. Более того, почему так все торопятся-то? Потому что 2024 год, это год Олимпиады в Париже. И в это время должно вот тебе и пять лет. Да, сестренка Олига называлась. Семен Семенович, да, 2024 год, да. Приезжает весь мир в Париж, поэтому нужно быстро за пять лет соорудить остров развлечений и роскоши, исторический Диснейленд и выкачать сколько можно денег из всех туристов, которые приедут туда по максимуму. Вот отсюда эти пять лет, потому что проект бы придумал в 2016 году. Поэтому такая скачка, спешка, и потому в ЮНЕСКО они уже доказывают, что можно сделать с крыши только из современных материалов. Это значит просто обыкновенный металл и обыкновенное стекло, из чего они не планировали это сделать. И ЮНЕСКО, там же тоже свои люди уже подкуплены, тоже стало говорить, а почему бы и нет, значит, современные материалы и технологии, почему бы и нет, уже пошли там свои разговоры и уже протолкнули проект в Нижней Палате, что так и сделаем. А Верхняя Палата заблокировала в парламенте, Сенат заблокировала, сказав, что идет борьба политических сил, потому что ни для кого, для Франции, ни с кем, вот поверили, ну нет парижанин, который поверил бы, что собор сгорел сам по себе. Вот я таких не встречала. Люди чаще всего говорят, вот доказательств в сумме нет, но это дураку понятно. Вот в 13 век он не горел, а сейчас сгорел. Ну и плюс к этому, давай-ка вспомним, каким образом Эммануэль Макрон стал президентом Франции. Не бизнес ли круги стояли за его лоббированием? Да, Ротшильд стоял и так далее, фонд Ротшильда, все четко. Вот вам и, что называется, круг замкнулся. Ну, забыла, да, выкачать эти деньги. Вот теперь у них идет борьба, чтобы пробить этот закон, пробить два закона. В чем тут цель? Первый закон пробить, чтобы Нотр-Дам перестал быть под ЮНЕСКО, он как бы под ЮНЕСКО, но ЮНЕСКО разрешила бы сделать так вот, ну так случилось, вот такое случилось трагическое дело, нельзя ли нам как-нибудь дело ускорить, и стены стоят, чего уж уж там, стадуи сохранены, сокровища тоже, чисто крышу переделаем. Что там, крышу настелим, да, оно по-быстрому и хорошо, и все счастливы. Второй проект, который они продвигают, это в том, чтобы вот все эти здания роскошной церкви, если в них не служится год Месса, закрыть ее и передать ее на содержание, ну, так на содержание государства, а передать ее в распоряжение государства полностью. Я тебе расскажу, я была в такой церкви, это очень, вообще, трагическое зрелище, это арабский квартал, тоже неподалеку от Сен-Дени, но у него другое название. В этой церкви сейчас стоит ресторан. Одна кебабочная, Стамбул, вторая, значит, марокканский какой-то кускус, а третья, я зашла, там был алтарь, еще сохранился, они не успели открыться, сказали, заходите, через три дня у нас будет ночной клуб, а наверху будет комната для постояльцев, церковь, она же высокая. И вот в этой церкви три кабака, понимаешь, вот реально церкви превратили в кабак. И там уже три ресторана, это уже давно-давно существует. В другом месте ее продают в мечети, там в третьем месте ее сдают под какое-нибудь государственное здание. Собор святой элиты в Париже просто заколочен, там хотели парковку делать, был большой скандал. Тащили, кюре тащили, священника тащили за ноги спецназ, он лег, значит, там, костями. Два года назад его вытащили спецназовцы из этого святой элиты. Вот. У них не было денег содержать эту церковь вообще. А это была что-то не единственная церковь, которая принадлежала церкви, потому что почти все они государственные. И вот они хотят пробить закон, чтобы все эти церкви превратить просто вентураж. Вот именно как для детей. Вы приехали, вот вам красивые исторические здания сохранились. Но выгнать оттуда прежде всего... То есть это десакрализация Франции. Даша, прости, бога ради, христиане-то во Франции вообще остались или нет? Слушай, практически нет. Я пошла, меня пригласили на митинг, значит, митинг, уличное место, значит, митинг, мы хотим знать правду в Интердаме. Он был на площадке 6-го Агустина, значит, собралось, нас, честно скажу, жалкое зрелище, было 400 человек и 8 полицейских машин, которые охраняли всех сторон, чтобы, не дай бог, нас не побили какие-нибудь злые атеисты или антифа. Вот, помолились мы, и вначале вообще больше 200. Потом уже немножко народ прибавилось, выехала Жанна Дарк на коне. А, Жанна Дарк, она-то здесь причем, к ней обращались... А, к святому духу Жанна. А кто спас Францию? Святая Жанна Дарк. А больше некому, Лен, ты будешь просить-то, больше некого. Они теперь опять к Жанне Дарк спаси на святая Жанна, так и было написано, потому что вся надежда на тебя. И они решили сделать только проход, там есть две Жанны Дарк, одна на этой площади, зелененькая, уже позеленевшая, а другая золотая напротив Лугвра. Вот они решили пройти вот этим шествием с флагами, с синими средневековыми флагами, с королевскими рилиями, дойти до... У нас по пути случилась драка, несмотря на охрану с полицией, потому что напали атеисты какие-то, которые пытались там это дело все прекратить. Но мы, значит, к обочи дошли, а дальше случился казус, потому что закончилась демонстрация наша маленькая, на которой не приехала ни одна телевидение, ни одна газета. Вот. Я несу этот флаг, ну, не, знаешь, у нас чисто советское предприятие, флаг вручили, неси, да? Я иду с переводчиком демонстрации и тащу с собой этот флаг. И мы о чем-то разговариваем, говорит, ты флаг-то в корзину выброси. Я говорю, как же так, вручили, ответственность несу, флаг вручили, надо нести. Кто тебе вручил, Жанна Дарк, что ли? Я говорю, это хоть бы Жанна Дарк, флаг в урну не бросают, ну, в гостинице можно оставить, но флаг-то как в урну-то? Он говорит, полиции уже нету, тебе морду набить могут за флаг. Я говорю, ты знаешь, флаг-то непростой у него, железное древко, можно есть чем драться, люди подоспеют, что же это? Как же я его брошу? И вот в разгар этой всей перепалки, значит, нас догоняет мужик и говорит моему переводчику, слава тебе, Господи, что я не успела ничего брякнуть на русском, он говорит моему переводчику, что вы, наверное, идете с той же демонстрацией, с которой иду я, и тут человек начинает плакать. Говорит, можно я пожму вам, я вижу, что вы не бросили флаг, говорит он, можно я пожму вам руки, сам он без флага, как мало нас, настоящих французов, осталось. Боже мой. Да, Лен, я чуть не забывала, да, я промолчала, наступила на ногу переводчику, чтобы вообще, я, ну, не причем, я, ну, неудобно, миф, который мужчина... Миф, потому что он просто, вот у него были слезы на глазах, что я несу этот флаг, а мне в голову не приходит выкинуть, так как, действительно, мы люди ответственные, вот, а то да. Да, но, Даша, я понимаю, что, конечно, действительно, с твоим посещением Парижа связано много вот таких историй, но судьба Нотр-Дамы, по твоему мнению, все, решена окончательно и бесповоротно? Ты понимаешь, началась борьба, но сейчас борьба, все-таки есть некие честные силы во Франции, есть некие честные политики, которые все-таки требуют, наконец, стали требовать парламентских расследований, почему все-таки сгорел Нотр-Дам? Вы нам, хватит нам рассказывать и показывать чудесную картинку, как он будет выглядеть? Это мы уже посмотрели. Вы нам расскажите, почему он сгорел? Не требует парламентских расследований, и именно поэтому сейчас Сенат опять завернул этот закон о том, что собор выходит из-под ЮНЕСКО. Но не знаю, выиграют они эту битву, скорее всего, вряд ли, потому что цель, цель вообще, конечно, в чем цель? Не просто выкачать деньги из этого острова, не только монетизировать его, не только превратить его, они хотят не только СИТЭ, они хотят начать СИТЭ, а вообще они хотят сделать весь Париж городом роскоши, а вот это вот всех этих черных мигрантов вытолкать, значит, в окраине, которые будут ехать до центра Парижа 30 минут, которые каждый день приезжают на работу, обслуживать, будет очень низкая цена рабочей силы, уедут не только мигранты, уедут и коренные парижане, потому что у них нет денег на такую дорогую жизнь. Жизнь Парижа дорожает с каждым днем, а если они сделают из него элитарный город, хотя он уже элитарный сейчас, то они просто будут им не по карману, они тоже выйдут из Плердов, будут ездить на работу по 2-3 часа в день, чтобы работать какими-то официантами, обслугой и так далее. То есть план сделать не просто дорогим городом, а самым дорогим городом планеты сделать Париж, и на этом наживаться, и не просто сделать, а Нотр-Дам сделать в этом во всем проекте символом нового мультикультурного глобалистского храма, который будет являть собой единение, дружбу, любовь всех, как и когда-то бывших религий, а теперь новые религии человечества. Фактически цель вот этого нового Нотр-Дама есть с идеологической точки зрения, хотя деньги, конечно, всегда на первом месте, но деньги кормятся идеологией и обставляют ее. Цель, конечно, но этот новый Нотр-Дам, это как новая Вавилонская башня.